У Порошенко раскритиковали власть за допуск представителя партии Шария на довыборы в 50 округе. Власть препятствовала кандидату от Европейской солидарности детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию на довыборах Верховную Раду в одномандатном избирательном округе номер 50. Зато допустила довыборы кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику. Об этом заявила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Герасченко во время брифинга по итогам довыборов на 50 округе в Донецкой области. Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы, заявила Герасченко. По ее словам, победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых референдумов. СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информацию о возможном втором российском паспорте у одного из кандидатов. СБУ одной рукой заводит дела на шаре, а второй рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах, добавила Герасченко. Несмотря на это, команда ЕС получила достойный результат, считает она. Мария Ионова, которая возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты, отметила Герасченко. В то же время она отметила, если бы демократические силы были способны к объединению, результат был бы другой. В результате распыления голосов кто-то получил менее 1%, кто-то чуть более 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донбасса на подобные объединения, подчеркнула Герасченко. Герасченко также добавила, что европейская солидарность как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период. Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. «Хочу сказать спасибо всей нашей команде, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса», резюмирует Герасченко. Напомним, ЦИК обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном в избирательном округе номер 50. Победу с большим отрывом от оппонентов получил городской голова города Доброполье Андрей Аксенов. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт.